Депутаты Верховного Совета Депутаты Верховного Совета Подключить к борьбе с произволом в сфере ЖКХ и муниципальной власти, причем ответственность вместе с управляющими компаниями, должны делить и чиновники. Такую идею депутатов Хакасии поддержали сразу 42 региона. Верховный Совет предлагает не ограничивать надзор лишь муниципальным жилищным фондом. Поправки отчасти решат проблему. Нам не очень понятно, почему в принципе не рассматривается инициатива, поэтому сейчас получало предложение выйти с обращением в адрес Государственной Думы, с тем, что они ускорили рассмотрение данного предложения, с тем, что действительно внесли изменения. Депутаты Верховного Совета Депутаты Верховного Совета Владимир Костюш и Петр Воронин побывали с рабочей поездкой в вершины Теи. Встреча с жителями затянулась на несколько часов. Вопросов к парламентариям накопилось много. Люди написали обращение к законодательной власти помочь решить больные вопросы. Первой остановкой стала больница. Здесь проблемы выслушивал Владимир Костюш. Он возглавляет комитет по здравоохранению и является главврачом республиканской больницы. Больные пожаловались на плохое обеспечение с лекарствами. Дело в том, что медикаменты и лечебное заведение получают в Аскизе, так как является филиалом районной поликлиники. Однако забрать не всегда выходит. Нет транспорта. Единственная машина скорой помощи нужна в самом поселке. Ездить в Аскиз зачастую приходится и самим жителям. Хотелось, когда мы приезжаем в республиканскую больницу, получить полностью обследование. Во-первых, мы живем в поселке Вершина Тёя. Это очень далеко. Направление взять по электронке мы не можем месяцами. Потому что когда в понедельник идет распределение мест по врачам, у нас уже в электронном виде мест к врачам нет. Кроме этого, Тёйская больница сегодня нуждается в ремонте. Здание давно не капиталили. А просломанный лифт обычно вспоминают в самых экстренных случаях. Сегодня слушают наши проблемы. Очень приятно. И промолчать, конечно, не хочется. Когда привозят тяжелобольного в нашу больницу, то для того, чтобы поднять его на третий этаж терапевтическое или хирургическое отделение, нужно преодолеть три этажа маршей лестничных. Это очень неудобно. Лифт есть, но не работает. Мы не единственные. Эти проблемы есть во всех больницах и во многих лечебных учреждениях сегодня. И в коллективах учреждениях и материальные затраты, медикаментозное обеспечение, материальная база и так далее. Есть вопросы у нас. Поэтому мы приняли решение встретиться с вами. Депутаты пообещали жителям обсудить проблемы с соответствующими министерствами и ведомствами. А при наличии возможности помочь финансово в ремонте больницы. Ведь лечебное учреждение обслуживает практически 5000 жителей. Республиканский парламент выбрал победителей самого главного конкурса года. Названы лауреаты Хрустального барса. Правда, имена счастливчиков знает пока только Оргкомитет Верховного Совета. Конкурс журналистского мастерства проходит уже в девятый раз. В декабре подводят итоги года в работе Акулпера. Лауреаты те, кто просто и понятно рассказывает жителям Хакаси о сложных вещах в политике и процессе законотворчества. Среди конкурсантов газеты, радио и телекомпании, а также интернет-издания. Лучших в этом году, по мнению парламентариев, озвучат на сессии Верховного Совета 18 декабря. Это были все новости парламентской недели, за которыми, кстати, можно следить и в интернет-пространстве. Официальный сайт Верховного Совета находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Быть всегда в курсе событий также поможет официальный аккаунт в Твиттере. Всего доброго!